Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы начинаем карьеру в Farming Simulator 19. Первая карьера, которая у нас будет по 19 ферме, будет на стандартной карте, на стоковой, которая европейская здесь считается, да? Фельдсборун она называется. И первое прохождение, которое мы устроим по этой игре, будет именно на этой карте. Пока что вот нету той карты, которая цепанула бы и прям вот, чтобы мне захотелось на ней поиграть. В будущем, конечно же, будет, скорее всего. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И прежде чем мы начнем, давайте несколько сразу так называемых часто задаваемых вопросов, которые, я уверен, у некоторых из вас возникнут. Значит, первое. Эта карьера будет идти параллельно с регионом 18. По региону 18 у меня, в принципе, есть план, как ее закончить. Не так долго там осталось, по сути дела. Ну и есть у меня для 17 фермы еще в запасе несколько карт, на которые будут карьеры. Ну а по 19, соответственно, вот эта карьерка будет. Она будет не очень длинной. Ну а к тому времени, как мы ее закончим, я надеюсь, появятся достойные карты. Хотя они, в принципе, уже есть. У меня на примете там где-то две штуки, на которые можно устроить небольшие прохождение. Но мне захотелось начать именно с этой. Второе. Моды, которые у меня здесь стоят, ребята, как и с 17 фермой, серии где-то через 2-3 выйдет ролик, который будет посвящен именно модам, которыми я пользуюсь. Потому что еще не все протестировано, надо будет что-то убрать. В общем-то, еще, скажем так, пак собран не до конца. Но я обязательно выложу ролик, в котором будут все моды, которые у меня есть. Ну и третье. Собственно, курсплей здесь сырой. Он, зараза, галючный, да нельзя. Мне 500 раз уже прилетали вопросы о том, что у кого-то что-то не работает, а у меня работает, у кого-то мышка не работает, там желтая стрелка какая-то горит. Ребята, я при всем уважении и моем желании вам помочь, я не знаю, что с вами. Я могу сказать только то, что у меня лицензия и курсплей я, собственно, обновляю. Вот как он выходит, я ставлю новые версии. Не каждую, но очень часто. На этом такое вот предисловие, собственно, и все. Играем мы, значит, на среднем уровне сложности. Не очень хочется мне заморачиваться и упарываться на максимальном. Просто играть-то оно мне, в принципе, прикольнее было бы на сложном уровне. Но для более быстрейшего развития, чтобы не смотреть по 500 раз одно и то же, мы поставим средние, дабы цены на урожай были чуть-чуть повыше. В планах у меня выкупите примерно половину этой карты. Соответственно, построите свою какую-то большую ферму, там, с коттеджем, с гаражами, со всей фигней. Ну и в конце, скажем так, упороться в животных, дабы каждый загонщик у нас с вами здесь стоял. В общем-то, как-то так. Потом мы, собственно, и закончим. Ну и на старте у нас, соответственно, нет ни одного поля. Есть у нас миллион двести пятьдесят денег. Двести пятьдесят тысяч из них у нас кредит. Но сегодня я его выплачивать не буду, потому что я как раз вот тут составил себе списочек техники стартовой, которая нам понадобится для работы. И по моим предварительным подсчетам получилось все копейка в копейку. Но начнем мы с покупки участка. И поле для старта, которое я себе выбрал, будет полем номер шестнадцать. Оно в меру большое. Здесь есть площадочка около сарая, где можно пока что временно обосноваться, скажем так, своей парковочкой. Вокруг есть какое-то место и есть рядом элеватор западный зерновой. Это, скажем так, наш. Мы им можем пользоваться и складывать там свои культуры, которые будем собирать. Единственное, что от магазина довольно-таки далеко находится. Но потом мы будем все равно развиваться в ту сторону. Поэтому для начала мы покупаем шестнадцатый участок, который стоит шестьсот четыре тысячи. Купить, да. Ну и теперь, как всегда, самое интересное, это покупка техники. Как я уже в семнадцатой ферме говорил, самое интересное, это тратить бабло, а не работать. И поэтому давайте, собственно, покупать то, что нам понадобится. В первую очередь нам понадобится уборочный комбайн. На старт я выбрал новую 330, которая мне довольно-таки нравится. Внешне, короче, покупаем ее. GPS-мод у меня стоит, но я не вижу смысла им пользоваться в синглплеере, поскольку есть курс-плей. Я пока что не буду никуда собачить GPS. Поэтому берем его просто так. Сто пять тысяч. До свидания. Далее к комбайну нам понадобится жатка. И я знаю, что можно к нему присобачить абсолютно любую. Хоть вот эту вот от Нью-Холланда, но, скажем так, отыгрывая роллплей, что ли, какой-то мы поставим комплектную, которая идет в комплекте. Пятиметровая PowerStream 500. Тридцать две тысячи. Ее мы также покупаем. Также на нашем поле на данный момент растет подсолнечник. Подсолнухи. И мне очень не хочется терять этот урожай. Поэтому мы сразу же купим жатку для подсолнечника и кукурузы. 19 тысяч она стоит. Это тоже из комплекта Nova 330. Ее мы также покупаем. 19 тысяч до свидули. Ну а теперь погнали для работы на полях. Хотя для комбайна тоже была работа на полях. Но, в общем-то, все, что у нас крепится к тракторам. Первое. Это сейлка. Первая сейлка, которую мы приобретем, будет Spirit R300s за 30 тысяч. Она шириной в 3 метра. И она не требует обработки культиватора. Бункер у нее на 2800. Собственно, ее мы первой и покупаем. Стоит она 30 косарей. До свидания. Также нам понадобится потом вторая сейлка, которая сеет подсолнечник, кукурузу, свеклу и так далее. И хлопок. Кстати, хлопком тоже потом позанимаемся. Тут я, честно говоря, еще не знаю, какую брать. Мы ее возьмем чуть-чуть попозже. Тут с одной стороны одна шире, другая с удобрялкой. В общем-то, сложный вопрос. Мы еще потом решим. Далее, для вспашки полей нам обязательно потребуется плуг. И первый плуг, который мы возьмем, будет за 14 тысяч. Пох, 5. Я не знаю, как он называется. 2,5 метра у него всего ширина. Но вы прекрасно знаете, что я очень не люблю работать вот этими широкими двойными плугами. Просто потом со временем возьмем еще и второй такой же. Но нам в любом случае сегодня понадобится. Поэтому его мы покупаем. 14 тысяч. До свидания. Привет, плуг. Культиватор нам тоже когда-нибудь понадобится. И мой выбор пал на вот этот БТЦ 50H. 5 метров он в ширину. Складывается по красоте. Он стоит всего 25 тысяч. Его мы покупаем сейчас. Здравствуй, новый культиватор. Плюс, друзья, в 19 ферме, как вы знаете, у нас появились такие вредители, как сорняки. Поэтому нам понадобится полонник. И полонник мы возьмем средненький из этих трех. 12 метровый за 35 тысяч. Добро пожаловать в нашу компанию. Ну и обязательным приобретением должна быть какая-либо удобрялка. И разумеется, эта удобрялка должна уметь разбрасывать известь. Поэтому мой выбор пал на одну из этих двух. И разумеется, на первом этапе мы возьмем ту, что подешевле. Поставим на нее узкие шины, большой бункер и 6-метровые разбросные диски, дабы увеличить ей ширину разброса. И стало стоить она 48 тысяч. Мы ее покупаем за 48. Добро пожаловать. Ну и теперь самое интересное, это два трактора. Точнее даже три, которые мы купим, которые будут у нас работать. Первым, значит, будет Fiatik. Самый маленький трактор, который здесь, но он на 150 лошадей. А это больше, чем у любого другого малого трактора. Самый большой косяк в нем, это его максимальная скорость 25 км в час. Но он у нас будет чисто работать на полях. Поэтому пускай, собственно, катается. И ставим мы ему также кастрированы вот эти узкие шины. Блин, они мне очень не нравятся. Но, как вы знаете, здесь по стандарту мнутся культуры. Поэтому у нас должен быть трактор с узкими шинами. И поэтому наш малыш Fiatik, добро пожаловать в нашу компашку. Вторым трактором на нашем поле будет New Holland T6. 125 лошадей, 50 км в час. Основная у него работа будет, конечно, кататься, возить всякие грузы и так далее. Плюс на него можно будет фронтальный погрузчик нацепить в случае чего. Стоит он 102 тысячи, его мы покупаем пока что без всякого тюнинга. Потом посмотрим, останется ли на него деньги, но вроде как не останется. В общем-то, добро пожаловать в нашу компашку. И третий трактор, на который пал мой выбор, это ST Max 180 от Starry. 110 тысяч стоит, вполне симпатичненький оранжевый такой тракторочек. Я вот не знаю, мне хочется впихнуть на него балансировку колес. И в принципе я ее впихну, почему бы и нет. Плюс, друзья, нам понадобится хорошо знакомая бочка для топлива, которая в форме гробика. 9 тысяч она стоит, если ее покрасить. Соответственно, как вы все знаете, оранжевый цвет наше все. Покупаем ее за 9 тысяч. Добро пожаловать. Вот, кстати, наше поле. Довольно-таки оно большое. Меньше, чем 11 в регионе 18. Но все равно оно не самое маленькое по меркам 19 фермы стандартной карты. И, соответственно, почему я выбрал это место. Вот здесь у нас есть сарай. Здесь можно как-то минимально обосноваться. Вот здесь вот место есть свободное. И вот здесь у нас довольно-таки неплохая прилегающая территория. И первое из статичных объектов, что нам нужно обязательно сюда поставить, это будка для собаки. Потому что у нас должна быть собака. И давайте ее впендюрим вот куда-нибудь сюда. Вот таким вот образом добро пожаловать в нашу семью. Можно только одну, кстати, поставить. Вторую нельзя. Ну, ладно, пока пускай стоит здесь. Ну и, друзья, нам еще понадобятся хорошо знакомые вам пополнялки сейлок и удобрялок. И давайте их поставим где-нибудь вот здесь. Например, вот сюда мы поставим пополнялку сейлок. И вот сюда мы поставим пополнялку удобрений. Пускай стоят здесь. Вполне они здесь хорошо будут смотреться. Ну и, разумеется, керхер для нашей техники. Я, вы сами знаете, помешан на этом всем деле. Хотя это все редко попадает в кадр. Но он все равно должен быть. Я бы, конечно, хотел его вот прямо вот сюда вот впихнуть. Чтобы кишпон стоял около нашей стоянки. Но ладно. Итак, где-нибудь вот сюда. Давайте мы его впихнем. Пускай стоит здесь. Собака, если что, будет его охранять. И все у нас будет хорошо. Осталось у нас 31 тысяча. И все. По крайней мере, есть поле, есть на нем какой-то урожай. И есть вот это все добро, которое надо каким-то образом по-быстрому перегнать на нашу базу. И начать перегонять все это дело я, конечно же, предлагаю вам именно с нашего комбайна. И, друзья, я что-то долго думал, почему у нас 31 тысяча на балансе осталось. Когда не должно было остаться. По моим скромным подсчетам. И я совсем забыл про то, что нам нужен еще и прицеп. Прицеп мы возьмем по стандарту, наверное. Я почти всегда с такого начинаю. 21 тысяча литров, 27 тысяч стоит. Вполне себе адекватненький, скажем так, прицепчик. Так что мы его тоже с вами покупаем. И у меня что-то тут все подвисло. Что-то, ребята, у меня подвис тут магазин. Не хочет прогружаться техника в нем. Я не знаю. Может быть из-за того, что у нас очень много стоит всего вот здесь. И ей некуда, не знаю, встать. Хотя вот здесь все работает. Мы на всякий случай сохраним игру. Я даже не могу открыть меню с этим самым, с этим прицепом. И с этим уже не могу. А с этим еще могу. Ну да ладно. Ладно, попробуем перезапустить игру. А не прогружалась эта хреновина из-за того, что был конфликт с одним из модов. Я, благо, сразу понял с каким. И выпилил его нахрен. Видите, потом все-таки придется подбираться. Короче, покупаем мы вот этот самый прицепик. Дизайн, я не знаю. Пускай вот такой будет. Добро пожаловать в наши ряды. Ну и давайте сейчас мы отвезем с вами комбайн на 16 поле и один трактор. Соответственно, поставим их в работу. Хотя в работу ставить рано, поле еще не созрело. Поэтому мы ставим ускорение времени. Ставим ускорение времени и начинаем все это дело возить на базу. А еще, друзья, мы сделаем небольшой хитрый ход. А именно мы запишем маршрут на перегон техники с магазина на базу. Хотя, на самом деле, очень плохая идея записывать маршруты курсплея на технике, которая ей 20 км в час. Поэтому давайте мы возьмем не Холланда, который быстро ездит. Подцепим на него что-нибудь и запишем все это дело с него. Потому что он у нас катается 50 км в час без проблем. Спанем, например, на него вот эту вот самую хреновину. Выезжаем вот сюда и начинаем запись маршрута. И все равно нам мешает трафик. Но ладно, я уже не буду ничего менять. Трафик я решил оставить. Пока пускай будет. Начнет мешать, мы его выключим. Это тоже небольшая проблема. И база у нас находится примерно где-то здесь. Маршрут, собственно, будет пролегать именно сюда. Сохраняем его под названием магазин база. Пока что предварительно так. Да, я знаю, что можно русскими буквами писать название курсплеев. Но я, ребята, человек старой закалки. И не знаю, в играх в названиях файлов везде должны быть английские буквы. Кстати, курсплей у многих может не работать банально даже из-за того, что есть русские буквы в пути к файлу. Там не знаю, имя пользователя на русском языке. Хотя мне кажется, уже давно написали об этом в интернете. Я не буду ничего предполагать. Но я, в общем-то, один из таких людей, поэтому сохраняем маршрут именно под таким названием. Ну и, соответственно, можем мы телепортироваться, например, в трактор и подцепить, например, вот эту бочку. Открыть курсплей, загрузить в него вот этот самый маршрут. И запустить по маршруту, разумеется, остановиться в конечной точке. Да. И с Фиатом у нас происходит абсолютно та же самая история. Мы цепляем на него что-нибудь, подъезжаем примерно к старту, загружаем ему маршрут магазин база и запускаем, соответственно, по маршруту. И остановиться в конечной точке. Да. Тем самым у нас потиху темнеет. Мы также загружаем этот самый маршрут для нашего комбайна. И запускаем со следующей, ближайшей точки, остановиться в последней точке. Да. Ну а мы же пока садимся в наш Нью-Холланд, сбрасываем ему этот маршрут и поедем на магазин, заперем оттуда что-нибудь другое. Единственное, только вот это все добро надо как-то отцепить. Я пока что побросаю все это дело здесь, потом уже разберемся. Ай, у нас вот этот друг приехал тем временем. И мы тоже прерываем маршрут, сбрасываем его и поставим бочку куда-нибудь вот сюда. Ну, выходим тогда на трассу и ждем, пока доедет еще один наш трактор. С него мы тоже сейчас это все отцепим это добро. Привет, друг! Отцепляем удобрялку и, соответственно, ставим трактор куда-нибудь сюда. И вон едет наш комбайн. Видите, как быстро у нас все это дело перегналось. Что-то у нас не цветет поле нихрена, кстати. А не, вот созрело. Ну ладно, мы подождем до 6 утра. И тогда поставим его убирать, потому что ночью работать у меня никакого желания нету. Привет, комбайн! Добро пожаловать! Тебе мы также прерываем маршрут. Жадку кинем пока что сюда. И сейчас нам нужно ехать за оставшейся техникой. Но начнем мы это все дело с Нью Холланда. И раз у нас пошла такая пьянка, мы запишем еще и обратный маршрут, который называться будет у нас база-магазин. Нужен он нам будет для того, что если мы захотим, например, что-нибудь продать. Хотя я, как правило, вручную все это делаю, но можно делать и так. Поехали! Что меня действительно раздражает в этой игре, так это очень плавная, в кавычках, смена дня и ночи. В определенный момент резко темнеет, резко светлеет. И это не из-за перемотки времени, так, там, по-моему, в 19.30 это происходит и в 5.30 утра. Я точно не помню. В любом случае, это косяк, и его до сих пор не исправили. Короче, мы этот маршрут сохраняем и обзываем его база-магазин. Соответственно, его мы сбрасываем, загружаем в магазин база и цепляем к нему какую-нибудь хреновину, например, вот эту. Соответственно, запускаем по маршруту и остановиться в конечной точке. Так, у нас тут осталось раз-два-три, три элемента и комбайн. Короче, еще по одному разу надо будет сюда всем скататься. Поэтому давайте, наверное, сразу же всех и запустим. Начнем мы, пожалуй, с самого быстрого, а именно старого. Да, как это непарадоксально звучит, тот, кто ездит 40 км в час, у нас самый быстрый. База-магазин со стартовой точки. Запускаем, остановиться в последней точке, да, и удобрялка ему помешает. О, кстати, пофиксили. Они теперь видят технику другую, это прекрасно. Далее мы запускаем Фиата по тому же самому маршруту. А он-то чего застрял? Или ему тоже удобрялка мешает? Не могу поверить в это. Все, остановиться в последней точке, да. Прям вообще нехорошо получилось. Прям вот вообще нехорошо. Встали мы на колеса с 10-й попытки. Стой, друг. Что ж ты творишь-то? Короче, запускаем его, надеюсь, без приключений доедет. Раз у нас этот приехал, то мы следом же запустим его, а не комбайн. Это дело мы отцепляем, выводим его на стартовую прямую, сбрасываем маршрут, загружаем магазин в база, запускаем и остановиться, да. И, соответственно, запускаем комбайн. Подвозим его на старт, база в магазин, со стартовой точки запустить, все, погнал. Первый у нас тем временем уже доехал, поэтому ему маршрут прерываем, загружаем магазин в база, цепляем на него какую-нибудь хреновину. И запускаем его по маршруту со стартовой точки, остановиться в последней точке, да. А мы же отсюда вылазим и ждем, пока приедут два наших других трактора. Ну и вот они вдвоем, соответственно, приезжают, поэтому мы садимся в первую очередь в Нью-Холланда, потому что он быстрее доберется до базы, дабы он не тормозил весь процесс. Цепляем на него, например, плуг, выводим его на стартовую прямую, сбрасываем маршрут, магазин база отправить. Поехал. Ну и тебя, друг, мы также сейчас отправим, только зачем-то я заглушил двигатель. На тебя мы вешаем полонник, выкатываем на стартовую прямую, загружаем тебе маршрут. Сначала сбрасываем этот магазин в база, запустить, да, погнал. Пока что у нас вот этот друг, он приехал, мы его отцепляем. И все, стой, жди своего счастливого часа. Комбайн тем временем приезжает к магазину, мы его снимаем маршрут, вешаем на него жатку и, соответственно, отправляем обратно. Все у нас пока что однообразно. Ничего, сейчас он доедет, мы поставим убирать поле. Так, магазин база, запустить, остановиться, да. Меж тем у нас Нью Холланд приехал практически, ему маршрут мы тоже сбрасываем и ставим на место. Плуг отцепляем и можно сразу подцепить телегу, которая, кстати, не очень удобно стоит. Потому что это первый, о, видите, как внезапно посветлело, 6.05 стало. Это, конечно, косяк игры. Так, и нам надо будет, кстати, еще записать сейчас еще один маршрут на вывоз зерна на элеватор. Поэтому пока что мы припаркуем этот трактор здесь. Разберемся сейчас с Фиатом. И мы маршрут прерываем, сбрасываем и ставим куда-нибудь его отдыхать. Все, друг, стой, кури. Комбайн едет пока что без приключений. И комбайн добро пожаловать на нашу ферму, прервать маршрут и сбросить маршрут, соответственно. И, значит, первое, что мы делаем. Вот, кстати, у нас сорнячки тут выросли, и это вообще не очень хорошо. Ну да ладно. Генерируем маршрут на уборку. Рабочая ширина у нас 3.5 метра. Поле номер 16. Расположение старта, бла-бла-бла, все как обычно. Возврат на старт пускай будет, да. Генерируем маршрут. Вот так вот он выглядит, довольно длинный. Единственное, что мы, как обычно, проедем маленькую чуточку. Соберем вручную, потому что он не хочет по красоте все делать. Чую, урожая здесь будет не очень много, потому что здесь и сорняки, и извести нету, и не вспахано, и вряд ли удобрено. Все. С ближайшей точки мы его запускаем, пускай работает. Вот этого товарища мы, соответственно, отсюда сейчас отгоним временно, чтобы он не мешал. И, соответственно, берем Нью-Холланда и записываем маршрут на вывоз зерна. Как бы вывозить нам нужно вот сюда, на западный зерновой элеватор. И вообще по фэншую было бы сделать в объезд это все дело. Как бы здесь у нас дорожка. Выезжаем через 25, 26, 27 поле. Поворачиваем налево. Едем вокруг. Это как бы, по сути дела, не очень логично. Но если уж отыгрывать роль, то ездить нужно по дорогам. Хотя с другой стороны можно и с этого угла как бы выехать. Вот тут у меня, конечно, дилемма. Хочется сделать, чтобы красиво было и реалистично как-то более-менее. Знаете что? Давайте сделаем красиво. Маршрут мы начнем писать вот оттуда. Сюда трактор легко доберется из любой точки поля. Кстати говоря, может и не доберется. Что-то я поторопился. Маршрут мы будем записывать вот оттуда. Сюда трактор точно доберется из любой точки поля. В общем-то, поехали. Я лошара, я проехал немного лишнего. Кстати, это не проблема. Мы проедем назад и сотрем просто пару точек маршрута. И продолжим его вот отсюда. И все будет у нас хорошо. Оно, кстати, есть заезд на поле здесь. А я о нем как-то и не знал. Ну тогда вот так вот у нас будет выглядеть маршрут. На начале. Да не, зачем? Мы перепишем его. Хотел по фэншую, в принципе, будет по фэншую. Правильно? Правильно. Вот видите, есть же адекватный заезд на поле. Поэтому все честно. Я хотел красиво, будет все равно красиво. И быстро. Ну вот и все. Нормальный маршрут будет работать. Назовем мы его поле 16 западный зерновой элеватор. Я вообще рекомендую всем обзывать маршруты так, чтобы было понятно и по какой-то вот одной определенной схеме. Соответственно, ставим ему работа с комбайнами. Выбираем ему в поле вручную 330 нову. И запускаем по маршруту. Он ее не увидел. А, он поехал сначала разгрузиться. Спустим. Ну ладно. И он сейчас еще крутится начнет, потому что он не может попасть в точку. Все не по-человечески у этого курсплея. Но мы ему ближайшую точку сами показали, которая конечная. Все, вроде как они должны работать. Ищу комбайн для работы. У него 56%. Он его может ехать разгружать. И курсплей, кстати, не мнет у нас растения. Что с одной стороны хорошо, с другой стороны без разницы на самом деле. Все, сейчас, друзья, нам нужно красиво расставить здесь всю технику, чтобы она не мешала работе ни комбайна, ни кого, в общем-то. Я предлагаю отогнать ее всю за забор в районе сарая поставить. Делать мы это будем с помощью другого нашего трактора. Но, так как у нас этот все равно нужно куда-то отогнать, то на нем, соответственно, мы тоже чуть-чуть проедемся. Все, вот это добро пускай так и стоит. А мы пока берем вот этого трактора. Оранжевого. Видимо, он у нас скоро будет любимчиком. По-моему, на первое время, пока базы нету, я думаю, на сарае не будут против, что мы воспользовались их площадью. В будущем мы обязательно поставим гаражи, навесы, все будет. Просто чуть-чуть попозже, сейчас нету на это денег. Ну, а бочка для топлива будет стоять у нас вот здесь. В принципе, можно ее даже пододвинуть чуть-чуть вперед. Да, я очень сильно, я могу вручную таскать трактора. Пускай вот так стоит. Потом мы съездим ее заправим, когда понадобится. Ну, а пока у нас убирается поле. Вообще, друзья, пока у нас идет уборка и денег у нас нихрена нету, нам надо насобирать хотя бы, не знаю, на посев, хотя этого все равно не хватит. Я, в общем-то, предлагаю взять, друзья, контракт на вспашку земли восьмого поля. Смотря на то, что нам тут предлагают арендовать довольно большой плуг, поле восемь у нас находится рядом, оно не самое большое, которое может быть. Мы все-таки своим плугом это все сделаем. Давайте примем контракт. И, соответственно, возьмем вот этих вот двух ребят, заводим трактор, цепляем плуг и едем на восьмое поле. Вроде как недолго он должен будет трудиться. Ну, относительно недолго. Поэтому, друзья, есть у нас замечательный курс-плей. Генерируем маршрут. Два с половиной метра мы поставим, потому что он на два с половиной метра у нас плуг. Расположение старта поставим вот так вот автоматически. Возврат на старт пускай будет да. Он все-таки в ту сторону поедет. Ну, ладно. Соответственно, со стартовой точки запускаем его по маршруту. Разворачиваться в пределах поля. Да, плуг за границей поля поставим нет, дабы он никуда не выезжал. Нам не принципиально, чтобы это поле было прям красиво вспахано. И вот так вот будет выглядеть наш маршрут, если что. В течение часа он справится, в общем-то, пускай ребята работают. Ребята, вот он первый косяк курс-плея. Второй раз уже такая херня у меня происходит на этой карте. Не выгружается в этот самый зерновой элеватор. Добро, которое туда пытаешься скинуть. Вот на точке продаж оно выгружается, а туда нет. Да, рельсы проехать не так просто, в общем-то. Поехали, отгрузим это все дело вручную. Да ты что, шутишь что ли? Серьезно, мне на переезд ехать? В общем-то, ребята, нам нужно будет то ли самим элеватор поставить, то ли возить это все дело сразу продавать. Но пока что не вариант выгружаться сюда. А жаль. Я, блин, место такое выбрал специально. Хорошее. Ладно, дальше пускай собирают. Там, в принципе, хватит места просто в прицепе. Ну и, друзья, на этом мы с вами заканчиваем эту серию. Первую, так сказать, пилотную. И в следующий раз мы наше 16 поле посыпем известью, удобрим, вспашем, засеем. Плюс выполним какой-нибудь контрактик. Поэтому, друзья, если хотите, чтобы серия вышла побыстрее, влепите лойсик. Пишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете по поводу этого прохождения. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, потому что впереди много всего интересного. С вами был Никита Дилай, всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok